Медиагруппа Авангард представляет Так получилось, что как раз в конце 2019 года у нас истек двухлетний период с момента проведения аудита по 100БР и 382П. И в это же время пришла пора провести оценку нашего состояния по новому стандарту ГОСТ 575-80, чтобы понять на каком уровне мы находимся относительно рекомендаций Банка России, что нужно усилить. И опять же в конце года пришло письмо Банка России, которое требовало провести самооценку по параметрам, связанным как раз с новым ГОСТ. Некая выдержка из ГОСТа по сути. Ну наверное, что касается 382П и 100БР, уже неинтересно, все мы в курсе этих деталей, как проходит оценка и какие результаты, как это все работает. Наиболее интересное, то поделюсь просто своим впечатлением от прохождения аудита по методике оценивания по ГОСТ 575-80. Ну точка 2 это методика, а точка 1 это сам ГОСТ. Ну что сразу принципиально новое, то что ГОСТ не предусматривает проведение самооценки в принципе. То есть это должна быть внешняя организация и это для финансовых организаций приводит и к дополнительным расходам на проведение аудита и, как ни странно, к дополнительным трудозатратам. Потому что когда ты проводишь самооценку, в принципе специалист информационной безопасности, который в курсе всего, что делается в организации, он может все пункты проставить просто, так сказать, из головы. Потратив еще какое-то время, он может привести ссылки на нормативные документы, свидетельство того, что данное требование выполняется. Если же к вам приходит внешний аудит, то нужно потратить время на интервью, на совместное изучение документов, ответы на вопросы. И, как ни странно, это трудозатраты увеличивает на проведение аудита. Ну, с другой стороны, ну вот, как бы, скажу нескромно про нас оценка, что когда мы оценивали себя сами, что оценка внешнего аудита, она была приблизительно одинаковой. Ну, наверное, в каких-то случаях люди могут необъективно к себе подходить, и переход внешней оценки, ну, наверное, где-то даст эффект, что она станет более объективной. Дальше, что теперь приятно, особенно для небольших организаций, то, что ГОСТ вводит уровни защиты информации. Минимальный, стандартный, усиленный. И понятно, что риски и возможности в разных финансовых организациях разные, и это позволяет более, так сказать, адекватно подходить с требованиями. Не совсем подходить с равными требованиями, там, ВТБ, Сбербанку и какому-то небольшому региональному банку. Ну, для нас, правда, в этом преимущества нет, мы автоматически попадаем под самые строгие усиленные уровни. Далее, меры защиты информации, предусмотренные ГОСТ, могут быть заменены на компенсирующие меры. Ну, это вроде бы такой положительный момент, что можно, так сказать, что-то не делать. Но, на самом деле, этим инструментом нужно еще научиться пользоваться. Что тоже требует обоснования, почему именно вот эти компенсирующие меры перекрывают вот данные требования ГОСТа. По самим компенсирующим мерам также нужно будет проставить их исполнение. Ну, далее, вот то, что мы уже, вот Андрей Олегович говорил, что более, так сказать, комплексная оценка с разных направлений. То есть оценка ГОСТа, она, на мой взгляд, более объективна и всесторонне отражает состояние информационной безопасности. Вот, следующий пункт, довольно-таки неприятный, это о том, что возросла степень детализации при перечислении мер защиты информации. То есть, если, например, по сегментации сети в 100БР, ну, можно два пункта, наверное, отнести, которые определяют требования, то в ГОСТ таких пунктов уже 13. И, соответственно, получается, что сформулированные в общем пункты вы можете выполнить. Ну, не просто, вы выполняете, допустим, сейчас. Но когда эти пункты распадаются на 13 частных детальных требований, то оказывается, что не все из них выполняются. И это приводит к существенному снижению оценки. Ну, и в целом масса тех пунктов, которые отражают, как исполняется, так сказать, требование, вот детализация технических требований, они повышают практическую компоненту оценки. То есть снижается компонента бумажной безопасности и повышается компонента практической безопасности. Также новое то, что вводится система коэффициентов веса для числовых оценок, ну, это позволяет более гибко настраивать значимость, допустим, в степени защиты информации в том или ином сегменте и там решение тех или иных задач. То есть это, опять же, шаг в сторону получения более объективной оценки. Ну, и еще новое то, что вводится четкое количество параметра для учета выявленных нарушений при проведении проверки. Ну, там одна сотая вычитается за каждое нарушение из итоговой оценки. Поскольку мы не только проводили одновременно вот эти аудиты и также начали работу по переходу на рисковую модель, о которой вот сейчас мы говорили, чтобы построить процессы информационной безопасности в банке в соответствии с проектами документов, это положение о требованиях в системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе и проектом ГОСТ по управлению риском реализации информационных угроз. То есть мы как бы оказались одновременно в трех временных промежутках. То есть в прошлом это, так сказать, стандарты тестовости 2ПСТОБР с перечислением списка требований. ГОСТ, который более гибкий и позволяет выбирать компенсирующие меры. И будущее – это подход на анализе рисков. И, соответственно, появилась возможность взглянуть на, как вот эти вот три этапа развития нормативных требований влияют на достижение целей, на решение наших задач регулятора и банков. То есть цели, заявленные регулятором, они неоднократно уже озвучивались на форуме. И я их привел в соответствии с основными направлениями развития. Цели банков тоже более-менее понятны, что мы хотим от нормативной базы. Прежде всего методических рекомендаций, основанных на лучших практиках, учета специфики отдельных организаций, объективности оценки и обоснований для получения ресурсов. Ну, наверное, последний пункт немного раскрою. Ну, мы все сталкиваемся на практике со следующей проблемой, что растет сложность и объем задач информационной безопасности. Мы вот переживаем вот этот вот цифровой бум. И механизм планирования ресурсов от достигнутого, он в этих условиях не работает. То есть нам нужно всегда доказывать, что нам нужно, так сказать, вот новые ресурсы, там человеческие, так сказать, финансовые для внедрения систем защиты. Хотелось бы, чтобы наша организация процессов и регуляторных требований информационной безопасности помогала адекватно решать вот эту задачу получения ресурсов. Потому что получается, что сейчас в старой парадигме, что отвечает за всю информационную безопасность, а ресурсы у бизнеса он распоряжается. И когда мы там приходим с какими-то, так сказать, непонятными требованиями, вот надо там выполнить то-то, да, зачем это, нам неинтересно, это вообще как бы нам, насколько это влияет на нашу прибыль. Вот хотелось бы вот это развести, вот это вот, в эту нестыковку, чтобы тот, кто принимает решение о рисках, ну, чтобы принимал решение о принятии рисков и, так сказать, ну, и понимал вообще, что это за риски, чтобы это был тот же самый орган, там, и тот же, как бы сказать, та же самая сущность, которая и распоряжается финансово. И в этом плане вот новый рисковый подход, он, на мой взгляд, поможет разрешить эту проблему, потому что проблема информационной безопасности – это не проблема подразделения информационной безопасности, это подразделение всей, проблема всей организации. И решить ее можно только, когда вся организация работает над этой задачей. Ну, а, соответственно, нужно понимание. И рисковый подход, я рассчитываю, что он такое понимание даст. Ну, здесь я свел в одну табличку, вот, так сказать, наши мечты и три этапа развития нормативного регулирования. Ну, не буду останавливаться, так сказать, как я там расставил плюсы-минусы. Ну, будем считать, что это моя субъективная оценка и, надеюсь, она как-то более-менее коррелирует, так сказать, с общим мнением. Здесь что я хотел бы сказать, что если мы посмотрим на последнюю колонку, то создается впечатление, что подход на основе анализа рисков – это какая-то серебряная пуля, которая позволяет решить все проблемы. Но на самом деле все не так просто, потому что до этого подхода необходимо еще дозреть. То есть в силу объективных, субъективных причин подход на анализе рисков – он не работал раньше. Мы пытались его внедрять, но для бизнеса ранее, ну, там, 10 лет назад была первая попытка, для бизнеса риски информационной безопасности в то время – это было что-то совершенно эфемерное и сказочное. И величина рисков информационной безопасности ранее не шла ни в какое сравнение с валютными рисками, с другими операционными рисками, и не было культуры оценки рисков информационной безопасности. Вот сейчас, на мой взгляд, это время как раз пришло, и нужно выстраивать новые процессы, именно основанные на таком подходе. На первом круге информационная безопасность анализирует потенциальные уязвимости решения, формирует угрозы, предлагая защитные меры. Айти выбирает защитные меры, либо предлагает свои. На втором круге подразделения информационной безопасности согласуют решения в случае, если защитные меры, по его мнению, в достаточной степени соответствуют угрозам, либо не согласуют, если риски остаются, и формируют список угроз, незакрытых защитными мерами. При этом вердикт не согласован от информационной безопасности не должен являться непреодолимым препятствием для внедрения неких там услуг, сервисов и так далее. Заключение ИБ о том, что есть риски, оно должно переводить рассмотрение на следующий этап. То есть должен проводиться анализ рисков, обработка рисков, рассмотрение организационных технических мер снижения риска, возможности страхования, переноса ответственности или принятия риска. Вот кто еще, вопрос, кто должен принимать эти риски? Вот на мой взгляд, если риски локализованы в рамках проекта, то есть влияют только на его прибыльность, то риски должен принимать владелец, заказчик проекта. Это соответствует как раз принципам гибкой разработки, в соответствии с которым владельцу продукта предоставляются полномочия для самостоятельного оперативного принятия решений по параметрам продукта. Если же риски имеют глобальный характер для организации, ну там риск компрометации промышленного сегмента, существенный репутационный риск, то такой риск должен выноситься на соответствующие коллегиальные органы организации. Ну и последнее. В чем мы видим основные сложности этого подхода? Ну, во-первых, информационной безопасности необходимо будет научиться оценивать вероятности реализации угроз, что далеко не всегда можно сделать объективно на основе математических подходов. Зачастую нет статистических данных. Ну, чтобы построить математическую модель, нужно статистические данные в рамках фиксированной математической модели. Ну, такая модель, такие данные есть, например, по Фроду, там, где массовые идут платежи, массовое мошенничество. Но в большинстве случаев придется полагаться на экспертную оценку. Во-вторых, бизнесу под методическим руководством подразделения рисков необходимо будет научиться оценивать потенциальный ущерб от реализации угроз информационной безопасности. И это, в общем-то, новая задача, и без этого мы тоже не сможем продвинуться по этому пути. Ну, в общем, и в заключении, можно сказать, что рисковая модель управления информационной безопасностью является интересной и перспективной, но ее реализация потребует от нас значительных усилий. Спасибо.